На Кубани наступает и день отказа от машин. По-другому ситуацию с ОСАГО автовладельцы уже не называют. За новым полисом очереди в сотни человек. На улице переклички и записи фамилии на тетрадных листах. Дежурить у дверей страховой приходится с самого утра. И не факт, что заветный бланк удастся получить даже прождав неделю. Пенсионера Олега Москового уже называют хранителем очереди. Пороги страховой компании в надежде купить ОСАГО он обивает больше месяца. Объясняют, что они делают все возможное, но слишком большой наплыв клиентов и бланково ограниченное количество. День проходит за последнюю неделю 4-5, максимум 7 человек. Ситуация на рынке обязательного автострахования в Краснодарском крае, похоже, достигла своего пика. Во время совещания по проблемам ОСАГО в регионе, которое провел губернатор, прозвучало. Количество жалоб по автогражданке увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Чтобы не быть голословным, я назову цифры по первому кварталу, для всех очень актуально. Краснодарский край 1177 жалоб, Ростовская область 780 жалоб, Волгоградская область 634 жалобы, Ставропольский край 176 жалоб и дальше нигде не набирается и сотни. Пока полис ОСАГО остается недоступной роскошью, штрафы никто не отменял. На этом играют многие страховые компании. Бланки автогражданки продают только тем, кто купит дополнительные услуги, например, страховку жилья или жизни. Чтобы компенсировать расходы, связанные с одним видом деятельности, страховые компании навязывают ряд дополнительных услуг. Навязываете на этого автовладельца то, что ему совсем не нужно. Но это для вас, выхода для него нет. И он тоже категорически отказывается идти по такому пути. Вениамин Кондратьев требует усилить информационную поддержку автолюбителя. Ведь многие не знают, что даже после покупки дополнительных услуг могут отказаться от них, при этом сохранив ОСАГО. К сожалению, народ не знает, население, что можно сейчас отказаться от этой услуги. Есть период охлаждения, который мы как банк обязаны проверить. Это правило право деятельности сообщества. И должно быть в правилах страхования, что за пять дней имею право отказаться, 10 дней деньги вернуть. То, что бланков автогражданки не хватает, это миф, придуманный страховщиками, уверяют в Центробанке. Просто ОСАГО стала невыгодным, особенно в Краснодарском крае. Убыточность по этой услуге достигает 170%. Страховщики жалуются губернатору. В разорении виноваты автоюристы, которые вытягивают из компании все деньги. Обычная схема. На место аварии приезжает автоюрист и предлагает пострадавшему 30 до 50 тысяч рублей на ремонт автомобиля. Взамен водитель подписывает разрешение судиться от своего имени. Через суды со страховой взыскиваются суммы в несколько раз больше. Один автоюрист подал в течение года более 100 исков к страховых компаниям на сумму почти 6,5 миллионов рублей. Это говорит о том, насколько это выгодный и стабильный бизнес. Есть действительно один судья, который рассмотрел в течение одного дня около 200 дел по ОСАГО. И при этом вынесены они все были в решении пользы автоюристов. Вот пока такие судьи будут на самом деле вершить правосудие, никогда, коллеги, мы порядок не наведем. Больше 200 дел за один день. Он что, гениальный? Может быть. Но работоспособность физическая ему не позволяет это сделать. Это явно текст написанный, принесенный, и он просто там подписался объективно. Не надо только сейчас все сваливать в сторону суда. Это пример, который говорит, что здесь тоже есть доля пирога. Вот так хочу объективно сказать. Но я уверен, что она есть в не меньшей пропорции и у других участников процесса. Однако джина из бутылки страховые компании выпустили сами, замечает губернатор. Три-четыре года назад выплаты по ОСАГО объективно занижали, и водителям ничего не оставалось, как продавать свои дела посредникам. Чтобы избежать серых схем, прорабатывается механизм, который взамен денежных выплат позволит страховщикам сразу отправлять автомобили на ремонт. Так называемая натуральная компенсация. Чтобы направление машин на станцию производилось страховщиками в обязательном порядке, и при этом износ в данном случае человек доплачивать не будет. То есть машина направлена на станцию, страховщик заплатил, человеку доплачивать ничего не надо. Если машина до двух лет, обязательно только на дилерскую станцию машина направляется. По словам автостраховщиков, это позволит ежегодно выводить из тени 4 миллиарда рублей, которые пойдут на официальный ремонт, а не осядут в карманах полулегальных дельцов. Вениамин Кондратьев просит прокуратуру внимательно следить за соблюдением прав автомобилистов. По словам заместителя прокурора края, за последний месяц возбуждено 10 административных дел на сотрудников страховых компаний. Ситуация с автострахованием, она приобрела характер коллапса. Слишком много желающих приобщиться к пирогу автострахования. И каждый хочет себе пожирнее. Почему автолюбители должны за все отдуваться? Почему они должны собственными нервами за все платить? У нас очень законопослушный народ. И он делает все, чтобы достучаться до власти или до тех, кто ответственный за эту ситуацию, что они не могут получить полюс страхования. И поверьте, они сделают все, что от них зависящее, а дальше просто никуда уже не пойдут получать никакой полюс. Просто будут ездить без них. Я как губернатор поддержу их, если они поедут без полюсов. Это будет абсурд, я понимаю все. Но другого пути у меня нет, чтобы поддержать или сохранить социальную стабильность. Чтобы перераспределить убытки между страховщиками, с июня в Краснодарском крае должен заработать единый оператор, который будет продавать дополнительные полюсы ОСАГО. Причем и тех компаний, которые в самом регионе не работают. Это поможет избавиться от очередей и слухов о том, что бланков все время не хватает. Александр Иванченко, Мария Крошина и Денис Перец, Денис Москаленко, Игорь Хашобин, Кубань24.